Мы начали большой разговор о разных типах мышления Мы в принципе привыкли все говорить очень такими словами, такими очень обобщенными Скажем, есть там логическое мышление, образное мышление, интуитивное На самом деле все эти слова, эти термины, это на самом деле характеризует некое множество Есть не просто образное мышление, а на самом деле есть разные подтипажи образного мышления И если мы хотим развить в целом образное мышление, надо разные эти типажи развивать Люди об этом плохо задумываются, потому что действительно у нас образование Наука этой темой мало занималась, а образование даже не знает про то, что занималось Скажем так, про то, что занимались Поэтому у нас просто образное мышление, но просто образное мышление без классификации Максимум, что человек может отделить, он может отделить абстрактнообразное мышление Когда вспоминает каких-нибудь абстракционистов То есть он может вспомнить каких-нибудь художников, пойти к какому-то Малевичу Какой-нибудь черный квадрат, о, вот это абстрактнообразное мышление Ну, потому что очевидно, что оно образное, и очевидно, что оно абстрактное Ну, на неком таком противоборстве с ним, на антиподе, строится, ну, соответственно, образно-конкретное Когда мы можем просто какой-то образ Конкретно сказать, не вот такое, что-то такое Размытое, непонятное Абстрактное, не пойми про что А вот там, это у меня ассоциируется с чем-то Ну, словно говоря И вот в бытовом плане люди, как правило Больше не различают нюансов Ну, разных типов А вообще-то Стоило бы в этом покопаться более подробно Потому что нюансы есть И образное мышление Даже в разные исторические эпохи было различно То есть мы просто не задумываемся над этим Потому что просто Недостаточно анализируем Ну, например Эпоха древних царств И там как бы доминирует два мышления Ну, вот этих Древних цивилизаций Ну, к примеру, возьмем древних египтян С ними попроще Просто много очень литературы по ним Да? Значит Там доминирует такое практическое мышление О нем сейчас говорить не будем Лучше это отдельно о нем поговорим И один из типов образного Какой это тип образного? Это такой язык метафор Метафорический Он построен Есть такое выражение Образное перечисление Вот когда начинают выделять эти образные мышления Вот образное перечисление Это что значит? Это значит, что для египтянина Очень свойственно накидывать Много метафор Когда он характеризует какой-то объект Ну, например, он говорит Вот есть солнце И начинает Это там скоробей Который там Идет по небу Там Как бы вот диск тащит Это там бог Ра Который в какой-то ладье там плывет Это там Если про утаяние солнца Говорит там Бычок, который там рождается Там бык, который как бы рождается И там И он накидывает Разные как бы образы Да Какие-то вот Иногда у детей Маленьких детей У них Они это Как бы У них файлы не сходятся То есть они не понимают А как же Египтянин представлял солнце Вот все-таки вот как скоробей Или как так вот человек Вот как Потому что он уже Отвык Думать метафорами Потому что Когда человек думает метафорами Ну Так вопрос не стоит Понимаете Вот Когда Есть такой пример Одного из египтологов Хороший очень Когда он параллелит Вот это особенно Смыслите египтян С Пушкиным Он говорит Вот у Пушкина есть строчки Да Например Пчела Из кельи восковой Летит за данью полевой Да И у нас же Нет никакого Такого Недоумения По поводу того Что это Пушкин Такой шизофреник Никак не может разобраться На кого похожа пчела На Дружинника Который дань собирает Или на монаха Который там в келье сидит Да Мы понимаем Это метафоры Это он может и так И так И так Так вот Египтянин думал так Почти все время То есть у него Он все время так накидывает Он считает Что он Тем лучше характеризует объект Чем большее количество образов Он накидает Понятно Что эти образы должны Как-то соответствовать этому объекту Если он говорит там Про небо То вот Ладья И солнце Которое плывет Там Это как бы Аллюзия Такая метафора Кайке Потому что небо голубое И вот он там по нему плывет А скоробей Он же вот Перед собой Вот этот шар катит И вот она Аллюзия на этот шар Который катит там скоробей А вот этот бык Который рождался Это разговор идет Про рассвет Потому что На рассвете небо Становится таким вот Красным Ну там оранжевым И когда идет рождение Ну естественно Эти кровопотоки идут То есть тоже какие-то там Параллели он находит То есть он каждый раз Характеризует что-то Что вот как бы Чем-то похоже Какими-то чертами Вот ты это собери все вместе И ты круглая получишь образ Вот это образное Перечисление Которое как бы есть Вот И ну Можно сказать Что там Ну такие ассоциации Набор ассоциаций Можно так характеризовать Да Когда мы говорим Значит Теперь Для Я специальность Поэтому Поэтому Кстати Литературные произведения Которые приближаются Примерно к той эпохе Они такие Все развесистые Вот если вы Обратите внимание На Ну На что угодно Например Там На Махабхарату И вот там идет Очень детальное Описание Или ну вот Ладно Гомера лучше все знают И вот там Могут очень детально Долго описывать Разный там Не знаю Бой Там Какой щит у Ахилла Да там Или еще что-то Вот детальность описания С кучей метафор Свойственных Или мы берем Какую-нибудь Младшую Эду И там Описание какого-нибудь Вала Волны Которые на корабль накрывают Его могут тоже там Сравнивать То с драконом То с тем То с тем Идет вот наплыв Таких вот Вот это вот Стремление к детали Оно именно отсюда Базируется Потому что Еще нет способности У человека Выделить главное И поэтому ему кажется Что он может что-то упустить И поэтому надо сказать Как можно больше Тогда уж точно Ничего не упустишь И отсюда кстати Идет дотошное Повторение обрядов Ну вот Которые есть Важно ничего не упустить И вот Мышление оно такое И оно может быть Не развитым Или развитым Поймите В детстве Его тоже как бы Развивают Потому что Либо вы умеете Угадывать Когда вот Вам перечисляют Разное Вы догадались Что это такое Многие детские загадки Вы заметили Дети там В детстве Любят играть в загадки Это вот Это мышление Начинает качаться Тоже Как вот Как образ такой Теперь берем Средневековье Казалось бы Там тоже есть Образное мышление И оно есть Действительно Но оно Другое Оно строится Как образное Выделение Не образное Перечисление А выделение Это что значит Это значит Не стремятся Накидать Как можно больше Разных метафор Которые Характеризуют Какой-то объект А назвать Какую-то одну Метафору Которая четко Накрывает Главные признаки Этого объекта То есть До этого Появилось В раннем Средневековье Естественно Научное мышление Еще в античности Естественно Научное мышление Оно Развило тему Признаков Свойств Вот это вот Все И Это повлияло На определенный тип Образного мышления То есть Это такое Образное мышление Которое Образно выделяет Признаки Вот можно так сказать Образным Одним Пхватом Мой Наиболее Любимый пример Который я люблю Приводить На эту тему Это вот Представьте себе Алхимик Работает в лаборатории И он Изобретает Порох То есть Он что-то там Смешивает Что-то такое Делает и вдруг Взрыв А Нету слова Порох Нету слова Взрыв Ну они просто Не введены С этим Раньше люди Не сталкиваются И ему Алхимику Надо описать Что же он Вот получил И он Тоже Использует Метафору Метафорный язык Вот Но он Стремится Схватить Один образ Что случилось И он пишет И тогда На секунду Ну грубо говоря Появился дракон Что под этим Подразумевается Ведь Похожая Ситуация Да Что с одной стороны Появилось нечто Что его обожгло Это что-то такое Кто-то такой Очень сильный Потому что он Отлетел в сторону Его отбросило Куда-то вмяло Это был грохот То есть в принципе По той системе Ассоциативных рядов Которые у него есть Там в Средневековье Дракон лучше всего подходит Он и там Пламенем Дышит И сильный Способен отбросить И громкий Понятно да И так далее И он называет Такой пример Мы это Часто не учитываем Поэтому нам кажется Очень как бы странным Когда мы встречаем Средневековое Изображение И там показано Например Как путешественник Путешествует На древнюю Русь На древнюю Руси Там люди С собачьими головами Ну там просто люди Изображены С собачьей головой Ну как в Египте буквально Мы думаем Что они там Психи что ли Что они там видели Нет Это тоже Вот эти метафорные Изображения Где А в один образ Пытаются уместить Понимаете Потому что С одной стороны У нас там зимы И люди ходят В собачьих шапках А с другой стороны Они вроде как Христиане Такие неправильные Типа собаки Такие Ну то есть Можно несколько Вот черт Уловить Как бы в один образ Понятно Да И это получается Тоже Тоже образное мышление Заметьте Оно другое Не стремится К перечислению Оно стремится Вот К другим вещам И вот мы уже видим Что сетка расширяется Есть Вот это вот Абстрактно образное Есть какое-то Образное перечисление Образное выделение Есть еще как бы вещи То есть Образное мышление Это целый спектр Ну определенных Разных граней Которые надо развивать И которые развиваются И развивались В истории На определенных Исторических этапах И развиваются У детей На определенном Возрастной Как бы группе А если они Не развиваются То у человека Потом и Трудно С образным мышлением И трудно Ну А образное мышление Очень тесно Связано с интуицией Ну наверное Про интуицию Надо отдельно поговорить Да там Это отдельная часть С чего она собирается Но образное мышление Там очень большой Составляющей имеет Ну вот как бы В интуитивном Вот этом плане Вот И если мы это все Не развили То потом у нас С этим плохо У нас этой как бы Стороны как бы нет И человек Оказывается в этом смысле Далек от комплексного Развития Словом говоря Вот на что Стоит обращать внимание Поэтому есть смысл Разбивать Образное мышление Не просто говорить Образное А разбивать его На конкретные этапы И отслеживать Во время образовательного Процесса С самого детства Какие мы В данном случае Типы образного мышления Тренируем Тренируем